Господь Драгоценный Аминь Итак, друзья, сегодня мое слово, оно достаточно простое, но в то же время очень важное Оно звучит так, в чем смысл жертвы? В чем вообще смысл жертвы? Вы знаете, живя в этом мире уже достаточно долго, почти полвека Я заметил, что люди как-то вообще тяжело жертвуют И всегда у них есть своя какая-то трактовка на жертвы других людей Они трактуют по-разному Знаешь, Александр Матросов закрыл телом дот, и одни говорят, герой А другие говорят, да нет, это он просто на льду подскользнулся И у каждого свои, свои трактовки Для одного человека Христос это путь истинной жизни, который отдал жизнь за нас А для других людей это так, какой-то балагурщик из древней Палестины И люди всегда все трактуют по-разному И как правило, заметьте, когда мы приходим в церковь Мы больше всего За что мы больше всего переживаем, если приводим нового человека? Ну вот представь, ты молился там за Колю, за Люсю, за дядю молился И ты приводишь его на воскресное богослужение в евангельскую церковь Ну да, прославление что-то такое новое для нового человека Ну как ты еще можешь пережить? Ну проповедь, да, бывает тоже что-то новое Ну можно пережить Но за что ты больше всего переживаешь? Ты переживаешь момент пожертвования Вот этот момент, он просто тебя обескураживает Ты сидишь рядом и ты готов под землю провалиться Чтобы или закрыть уши своему вот этому другу Или кого ты привел в первый раз Лишь бы он не услышал, что здесь есть пожертвование А знаете почему? Потому что дьявол рисует такую картину Что как будто бы вот церкви нужны только деньги Как будто бы вот людям нужны Вот люди мыслят только категориями финансов Я буквально недавно шел по рынку И встретил одного старого знакомого И вот он такой циничный достаточно И он говорит, да ну церкви нужны только деньги И так далее Да вообще религия существует только, чтобы убивать из людей деньги Я как-то посмотрел ему в глаза И говорю ему, послушай, ты сам верующий? Он говорит, да, я православный Я говорю, но если ты православный человек И он, да, и православной церкви тоже нужны деньги одни Я говорю, ну что ты сделал для своей церкви хорошего, чтобы она стала светом? Тишина Говорю, хорошо, следующий вопрос Ты действительно веришь, что Иисус Христос решил заработать денег И за это пошел на крест? Вот где логика? Ты правда веришь, что апостол Павел О котором мы сегодня будем читать Его прям последние слова Перед смертью Ты правда думаешь, что апостол Павел Посвятил свою жизнь Ходил к язычникам Подвергал себя опасностям Он это делал только ради того, чтобы заработать денег Ты правда в это веришь? И вот смотрю, одни просто пробелы и вопросы Говорю, вот в том-то и дело В том-то и дело, что люди, которые по-настоящему искали лица Божьего Они страдали и зачастую обвиняли как раз религиозных деятелей Иисуса Христа распяли не атеисты Его не распяли коммунисты Иисуса Христа распяли религиозные деятели Пророки древнего Израиля обличали кого? Религиозных деятелей Израиля Они обличали как раз священнослужителей И поэтому говорю, с этой точки зрения Действительно, человечество очень часто злоупотребляло властью Действительно, церковь в той или иной форме Либо там какая-либо церковь, она злоупотребляла деньгами И люди отдельно злоупотребляли Это правда, но это лишь подтверждает тезис, написанный в Библии Что мы все проданы греху Мы все Поэтому жертва, смысл жертвы, это всегда смысл твоего личного отношения с Богом Ну вот с этим парнем мы закончили диалог примерно так Итак, что такое жертва, друзья мои? Жертва это всегда дар или какое-то действие Ради Бога, в которого ты веришь Это дар или твое действие Вот ради твоей веры Жертва это единственное, что делает ваши отношения настоящими И вы знаете, в момент жертвы никто не может вмешаться Даже если проповедник или лидер домашней группы Или кто-то, пастор, священник Говорит тебе, пожертвуй Если это не твое личное решение То это пустой звон От него нет никакого смысла Совершенно И Богом это не будет увидено Поэтому если кто-то давит Давит на тебя И ты чувствуешь, что это не твое сердце В этом нет твоего желания То лучше ничего не делай Потому что максимум, что ты просто потеряешь А ничего не приобретешь И в точности наоборот Как только меняется картина Как только это желание твоего сердца Даже после чьих-то слов Даже после какого-то влияния на тебя И если ты знаешь, что это твоя ответственность И твое желание Тогда полностью небеса разворачивается к тебе Совершенно по другим углам Начнем с одного места Писания Это Иоанна 12 глава 24 стих Иисус говорит очень просто Одно очень интересный посыл Такой, знаете, полупритча Но она сразу ставит все на свои места Иисус говорит Истинно, истинно говорю вам Если пшеничное зерно Пав в землю не умрет То останется одно А если умрет То принесет много плода Смотрите, интересно Иисус говорит Слушайте, разве вы не понимаете Что если вы возьмете зерно Какое-либо Возьми там картошку Или еще что-то Ну картошка побольше Можно легче ее почувствовать И вот ты взял эту картошину Ты можешь ее безусловно съесть сейчас Или просто оставить лежать на столе В первом случае Ты просто насытишься на одну минуту В втором случае Она просто сгниет, эта картошина Останется одно Ничего не принесет Но как только ты берешь эту картошку И ты кладешь ее в землю Кладешь ее куда-то Иисус говорит Пшеничное зерно должно Умереть для тебя И когда оно умрет Для тебя Тогда в духовном мире Открывается Неведомая сила Которая дает Твоей картошке Твоему зерну Расти в большом плоде То же самое работает В духовном мире Один к одному Это правило работает Настолько могущественно Что люди с незапамятных времен Замечали это действие Первое, что бы вы хотели Я бы хотел, чтобы вы поняли Первый тезис Самый важный в жертве Может не самый важный Но один из самых важных Это То, что Жертва Всегда наше решение Жертва Это всегда Твое Индивидуальное решение Это не решение Какого-либо другого человека Еще на заре человечества Когда был Каин и Авель И Библия говорит о том Что Каин и Авель Принесли Дар Богу Каин принес Соответственно От плоды От плодов своих От земледелия А соответственно Авель принес От овец Удивительно Что в Библии Не сказано ни слова Что Бог Говорит им Принесите мне жертву Откуда они взяли это? Это самые первые строчки Это первые главы бытия Это человечество на заре В своих отношениях с Богом И только начинают Распространяться люди по земле И вот в этот момент Вдруг появляется Вот эта мысль Надо принести что-то Богу Дар Их кто-то заставлял Церковь давила на них Пастор на них давили Священники говорили Купи икону Лучше тебе будет Никто ничего не говорил Но это было их решение И того и другого И написано Что на дар одного Бог призрел На дар другого не призрел Оставим за скобками Почему это было? Хотя У меня есть трактовка Я думаю Что все-таки Один где-то услышал Рассказ дедушки О том Что это нужно делать Или там Папа Простите Адама Средневековый Математик И который кстати Писал Рубай Это четверостише известный Он так определил Человеческую природу Не будучи христианином Обратите внимание В своих стихах Говорит Один не разберет Чем пахнут розы Другой из горьких трав Да будет мед Иному грош подашь Навек запомнить Другому жизнь отдашь А он и не поймет И вот так вот Жизни всегда А для одного Жертва Это то Чем он живет Другой говорит Зачем ты дал Этой церкви 10 рублей Они целую газету Могут купить На эти 10 рублей И я всегда говорю Если человек Приходит первый раз В церковь Вообще От него не надо Ничего Пока он не получит Откровения Вообще Церковь не нуждается В твоих дарах Вообще Потому что церковь Не живет Бог не живет Дарами человеческими Но Бог смотрит На то Как человек делает Эту жертву Итак мы видим Что Авель Сам принял решение Второй человек В Библии интересный Аврам Аврам побеждает В битве Ну небольшое сражение Несколько сотен человек Для наших эпических событий Это небольшое было сражение Но все таки он побеждает Он вырывает из лап Врага своего Сородича Лота Получает имущество Обратно Идет Идет в дом свой И вот встречается Ему человек По имени Милхиседек Написано что он Царь мира Царь Салима Салим это в будущем Будет город Ярусалим Тогда это был Просто небольшое Поселение Салим переводится Мир Оттуда восточное слово Салам Или Или еврейское слово Шалом Это Ярусалим И вот этот Милхиседек Написано что Он без рода Без племени И почему-то он священник Бога Всевышнего Кстати загадка Это вообще В Библии есть много Белых пятен Которые нас должны Не смущать А вдохновлять На то что осталась Тайна какая-то И вот Царь Салима Встречается с Авраамом Даже потом апостол Павел Говорит что он Непонятный священник Какого он Ну какого он рода Откуда Просто священник Бога Всевышнего Так говорит Библия И он приносит хлеб И вино Аврааму Как образ благословения Кстати обратите внимание Иисус подал хлеб и вино На вечере Это был прообраз Священства Для людей И вот он Аврааму подает Хлеб и чашу Чтобы он подкрепился После боя И Авраам Увидев Милхиседека Слышит слова Благословения Смотрите какие слова Бытие 14 глава 20 стих Милхиседек говорит Благословен Бог Всевышний Который предал Врагов твоих В руки Твои То есть другими словами Говорит ему Милхиседек Ты победил в бою Не потому что Ты занимался Там хорошо Кикбоксингом И у тебя Хороший пояс В ММА Он говорит Нет нет не поэтому Авраам Не потому что ты мудрый Не потому что Закончил университет А потому что Бог предал Врагов твоих В руки твои То есть он говорит Пойми правильную Трактовку Бог Хочет Благоволить к тебе И я благословляю тебя Сегодня от лица Божьего И тут же после точки запятой Авраам дал ему Десятую часть Из всего Сразу Обратите внимание Милхиседек Хоть слово Сказал ему Благослови меня Церкви нужны деньги Нам не хватает на икону Не хватает на зарплату Еще на чего-то Нет Ни слова Он просто говорит Благословен Бог Который благословил тебя В пути твоем Авраам И вот тебе хлеб И вино подкрепись Это Авраам Сразу Отдам десятую часть Откуда он это взял Я не знаю Это его решение Поэтому жертва Всегда Твое решение Твое внутреннее Когда ты говоришь На внутреннем диалоге С Богом Господи Вот это я Отдам тебе Интересный Следующий персонаж Это внук Авраама Иаков Иаков Попадает в сложную Жизненную ситуацию Поймите Что в те времена Не было государств Не было даже законов Общепринятых Люди жили племенами И вот он идет Со своим племенем Со своими женами Надо понять Что жен Женщин всегда было больше В то время Значительно больше Потому что мужчины Погибали в боях Они постоянно сражались Опасность была На каждом пути На каждом шагу Он идет со своими стадами С женами С детьми И он идет В другую землю За ним гонится его брат У него множество врагов И это Ближний Восток Сейчас там неспокойно А представь Как было неспокойно Тогда И он говорит Богу Господи Сохрани меня На пути моем Где бы я ни ходил По пути странствования И он ложится спать И ночью ему снится Сон в видении И в этом сне Бог повторяет Все обетование Которое он давал Аврааму Он сказал Будет многочисленное Потомство твое Он говорит Я отдам тебе эту землю То есть все Полностью повторяет Внуку Авраама Кстати удивительно Вот задумайтесь Что современный Израиль Это результат Вот тех слов Которые прозвучали Три с половиной тысячи лет назад Сегодня люди говорят Да где я Бог Мы не видим Я говорю Да на Израиль Посмотрите государство Сегодня мы туда ездим В поездки А это было обетование На страницах Библии Столько лет назад И Израиль Несколько раз В истории человечества Терялся Его полностью Уничтожали на той территории Но он опять появлялся Почему? Потому что Обетование Божие И вот Бог повторяет ему Это обетование Якову Яков слышит Убоялся И что интересно Третья часть обетования Кроме что Бог даст ему Эту землю Даст потомство Третья часть Он личностно говорит ему 28 глава 15 стих Он говорит И вот я с тобою И сохраню тебя везде Куда ты не пойдешь И возвращу тебя в землю сию Ибо я не оставлю тебя Доколе не исполню того Что я сказал тебе Слушайте Я могу представить Я когда произношу эти слова У меня каждый раз Мурашки по коже А представьте Когда Яков это услышал И вот я с тобою Сохраню тебя везде Куда ты не пойдешь И я не оставлю тебя Возвращу тебя в землю сию Доколе не исполню того Что я сказал тебе Иаков впечатляется и в 22 стихе, после того, что он это все переживает, ставит камень, как памятник, и написано, 22 стих. Вот этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божьим. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Слушайте, значит, он до этого не давал десятой части. Значит, у него не было этого откровения. Хотя его дедушка делал так. Вдруг Иаков лично, услышите опять, он лично получает откровение. Отдам тебе десятую часть. Я всегда мучился вопросом, а куда он отдавал эту десятую часть? Храма не было, священников не было. И Библия молчит. Моя Библия, вот чем я люблю мою Библию, знаете, не знаю, как вы ее любите. Люди вот недолюбливают Библию. Она порой оставляет белые пятна для того, чтобы ты исполнял то, что тебе понятно. А что непонятно, оставь Господу. Это, кстати, написано в Ветхом Завете. Написано, открытое принадлежит вам и сынам твоим, а сокрытое Господу. В малом будешь верен, на многим поставлю тебя. И вот я читаю мою Библию и возбуждаюсь от этого, ну, духовно. Смотрю, думаю, Господи, классно как. Нигде в Библии не сказано, куда он отдал эту десятую часть. Ну, нигде. И мне сразу какие-то картины рисуются, что он делал. Он, может, ходил там, нищим раздавал. Может, еще чего-то. Может, стада купил, царю какому-то отдал. Может, жертву кого-то принес. Но человек заключил завет с Богом. Я буду тебе жертвовать. Пусть люди думают, что хотят, это мое и твое. Это между мной и между тобой. Вот и все. Здесь не присутствует ни священник, ни пастор, ни служитель, ни какая-то религия, никто. Иаков другими словами говорит, в противовес моему старому знакомому, который я встретил на рынке недавно. Он говорит, вот, хоть все проворуются, что угодно, я тебе всегда буду жертвовать, Господи. Десятую часть, как мне Господь позволит и кому позволит. Вот куда занесу, туда и занесу. Потому что десятая часть, это теперь отныне не мое, это твое, Господи. Отныне. Вы здесь со мной, дорогие, надеюсь. Итак, второй важный момент, второй, очень важный. Жертва всегда нерациональна. Вот запомните раз навсегда, жертва всегда нелогична. Она нерациональна. Потому что, если взять даже здравый смысл, то, ну, если у тебя было тысяча рублей, и ты отдал сто рублей, ну, если это то, что требует закон, а если еще сверхзакона, если ты почувствовал какую-то особую жертву, то ты отдал из тысячи рублей 500 рублей, это у тебя убыло. Ну, это же естественно, простая математика. Было миллион, отняли сто тысяч, стало девятьсот тысяч. У тебя стало меньше, меньше, меньше физически. И тебе любой скажет, ты проиграл, тебя обманули, тебя надули. Но моя Библия, потрясающая, вот эта книжка, которую просто надо читать. Знаете, потому что, когда ты ее читаешь и вдумываешься, там всегда есть пророческое слово. Кстати, отступ в сторону сделаю. Недавно я говорил со своими детьми, одна из моих дочерей, ну, так как-то просто сказала, говорит, да я это знаю про Библию. Что-то мы сидели, я как-то повторил, что-то из Библии, она говорит, я это знаю. И я как-то остановился, вот и говорю, знаешь, дочь, вот нельзя Библию знать. Математику можно знать, биологию можно знать, можно еще что-то знать. Библию нельзя знать. Как только ты сказал слово в своей жизни, я это знаю, каюк. Нельзя ее знать, она пророческая. Ты можешь знать текст, ты можешь знать историю, ты можешь знать там какие-то события, которые были, но каждый раз выскакивает из Библии какое-то слово, какой-то стих, который вообще относится к другому сюжету но для тебя он может быть словом рэма который просто перевернет жизнь и даст тебе толчок вы здесь дорогие мои и поэтому жертва она нелогично совершенно и вот есть потрясающая одна история которых вообще масса но мы эту посмотрим в которой отсутствует всякая логика всякая в жертвы матфея 26 глава 7 стиха иисус приходит в дом к некому симону сидит у него дома и написано приступила к нему женщина с лавастровым сосудом но это алебастр такая самая простая форма как бы ну глины что ли в котором то в то время содержали сосуды а лавастровым сосудом мира смотрите слово драгоценного вот она пришла с каким-то сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову увидев это ученики его вознегодовали говорили к чему такая трата это место писания вот эта история описано еще в двух евангелиях евангелие от марка и в евангелии от иоанна и там есть некоторые детали например в одном из евангелий сказано что кто-то из учеников сказал не продать ли нам это за 300 динариев 300 динариев была приличная сумма сегодня нам примерно могла измеряться какой-то суммы на которой можно было купить автомобиль среднего класса и представьте это женщина кстати она описано что она была блудница и видимо она как-то долгие годы копила может быть даже и блудом своим таким вот образом жизни она собирала себе на жизнь каким-то образом и вдруг атмосфера совершенно неадекватно иисус во-первых где иисус и где блудница во вторых это мужское собрание 10 мая после дня победы и библия говорит что они там возлежали в то время люди не сидели на стульях и вот мужская восточная атмосфера мужики что-то решают как у них пройдет семинар как встреча как все как мы достигнем ячейки как у нас как еды сколько будет и вдруг приходит женщина как-то нелепо заходит туда и библия говорит разбила алавастровый сосуд она его разбила это в другом кстати место писания мне приходится все компоновать из всех трех разбивает его то есть надо понять чтобы воспользоваться этим маслом хватит одной капли для того чтобы было уже хорошее благоухание она разбивает все вот все сколько там было разбила и это масло потекло она начинает мазать его волосы потом иисус лежит и главное так спокойно лежит а представьте испанский стыд когда ты смотришь и думаешь что тут не то такой чё-то он лежит спокойно разговаривает а тебе ноги мажут раз волосы мажут еще написано волосами стал вытирать его ноги и он как будто бы общается там раз смотрит на нее и ученики написано вознегодовали слово-то какое вознегодовали и возроптали в одном место писания в иоанне сказано что иуда вознегодовал знаете иуда точно знаток рационального распределения финансов вот я заметил что как только начинает кто-то рационально распоряжаться божьими финансами все пиши пропало у нас был один который нам вот помогал строить здесь в доме до сих пор его ищем так вот и вы знаете удивительно иуда знает как поступать деньгами он прекрасно знает люди вообще прекрасно знают как расположить распоряжаться своим бюджетом они знают как все должно быть логично ну ладно ладно хорошо если уж не украли деньги ну тогда хотя бы стулья нормальный купить и сидите на дряни какой-то ну сделайте какой-то ремонт нормальный а тут совершенно нелепость чё она мажет зачем целую машину в бухать никуда ну зачем это все и заметьте они вознегодовали и библия говорит но иисус уразумевся я сказал им что смущаете женщину вот фраза даже такая вы чё женщину смущаете говорит пучок не пристали девчонки она пришла она приняла решение это ее решение понимаете это ее решение куда ей жертвовать свои финансы это ее решение посвящаться вы знаете многие вещи совершенно нелогичный апостол павел куда ты попер зачем тебе проповедовать евангелие до края земли как ты сказал ты чего жениться не хочешь детишек не хочешь что ли тебе надо она прийти к язычником что те почки там отбили за город тебя выкинули зачем тебе это павел говорит потом объясню и потом посмотрим почему он объяснил зачем тебе каждое воскресенье приходить церковь такой телик можно посмотреть за ты чё нас мужиков рыбаков не уважаешь рыбалка прет в это время а ты опять слушать какую-то проповедь своей церкви зачем тебе это все еще туда что-то нести до тебя обирают тебя дурят ты совершенно ненормальный и вот люди начинают трактовать все по-своему потому что им кажется жертва совершенно нелогично и непонятно у тебя убывает но иисус говорит иисус говорит ибо нищих вы всегда будете иметь с собою а меня не всегда имеете до этого они сказали может нищим раздать знать такая благородная даже какой-то поступок иисус говорит нищих вы всегда иметь с собой они будут во все времена вы всегда им будете давать все нормально будет с нищими а вот меня не всегда и потом возлив мира сия на тело моё она приготовила меня к погребению вот удивительно почему он говорит она приготовила к погребению знаете я думаю что даже иисус переживал это моя трактовка это не истина в последней инстанции я на этом не настаиваю но я думаю что он тоже переживал что кстати три дня он будет мертв ну смердеть будет потому что тело она смердит знать я несколько раз себя мертвым представлял и что тут всегда переживал заводка как я буду выглядеть не знаю почему вот откуда ты это такая штука я тут купил лодку купил недели две назад лодку или неделю он верочка лучше знает когда верочка женщина себя знает цифры точные забыл в общем купил я себе лодку разлив лодочка небольшая моторчик небольшой приделал и павлик рынке решил развлекаться и как же нам не говорит говорит не было заботы докупила баба порося а я же а я же лингвист понимаете пастор у меня две левых руки я покупаю соответственно у человека у механика он такой плавать на лодке мужчина попал по волге плавать замечательный человек и вот он не эту лодку доставил все у него там все ключики все работает давай павлик сел на лодку только от пола берега мужик кстати уехал то есть никто меня не видел не наблюдал я один и вот я отплыл чуть-чуть только на этой лодке что произошло лодка перевернулась мой мотор кверх тормашками и вы знаете мне казалось до берега доплыть но метров пять там немного у меня в голову не приходило что в резиновых сапогах так тяжело плыть а мужчина тот меня предупредил он говорит обязательно купи спасательный жилет говорит я думаю зачем спасательный жилет и тут вдруг понял зачем спасательный жилет пять метров как будто два кирпича привязали к рукам и к ногам я плыву к берегу до ледяная вода плыл выбрался на берег как-то смотрю лодка моя плывет к вверх тормашками я по деревне побежал нашел мужиков каких-то они ять мать деревенские со мной бегут спасать лодку знаете если бы вы меня видели в том амплуа вы бы наверное подумали что я снимаюсь в фильме у чарли чаплина но это был ваш пастор и вот мы крюками какими-то с мужиками деревенскими что-то достаем эту лодку переворачиваем я весь мокрый и вот я домой прихожу как тот школьник знаете который накупался только раньше к маме приходил тут жене жена смотрит и говорит ты где лазил то такой мокрый весь я горжина я чуть не утонул и говорю представь представь говорю ладно бы я просто утонул утонул то в речке то в санде она вообще по колено летом говорю стыдища нашли бы у меня вот такой вот прибивающегося около мостков и как только я это сказал и знаешь представил так реально себя вот таким в куртке таким знаете облезлом думаю кошмар какой какой ужас но такое могло быть сосед приходит мне говорит хочу тебе кое-что сказать я говорю чего он это русалки были против тебя они тебя хотели утопить но я вроде так же как вы улыбнулся а потом подумал это же бесы а без и в библии есть поэтому все в принципе кроется все нормально по-библейски может они только без хвоста вот этого с чешуей но но без реально они есть они хотят тебя уничтожить но к чему эту мысль веду это картину себе нарисовал ясно и думаю как бы я гадко смотрелся вот такой вот утонувший знаете где-то под под мостками и думаю хранили бы как и вот смотрите иисус иисус возвращается и говорит простую мысль на хватит хватит кто смотрит нас онлайн простите передние ряды смеются я не хотел их веселить вот теперь представьте иисус он говорит она подготовила мое тело к погребению она уже как будто бы подумала бог ей открыл вы никто об этом не подумали она подумала и она принесла большую жертву это ее личное решение и поэтому говорит истинно говорю вам где не будет проповедана евангелие сие в целом мире сказано будет в память ее и о том что она сделала три евангелия рассказывает об этой жертве три евангелия рассказано о том как как бог изменил ее а почему собственно она решила сделать эту нерациональную жертву она что-то пережила видите будучи блудницей она пережила новое рождение со христом она пережила прощение полноту надежду вот сегодня люди я вообще не представляю как они живут без надежды вот я серьезно мне людей жалко и мультимиллионеров и всех кто сегодня утопает в деньгах и внешне счастливые люди я удивляюсь на что они уповают вот на что уповать на жену на мужа но это временное и тем более муж жена могут уйти а уйти то уж тем более они могут физически на маму с папой они тоже уходят на дебеса раньше времени на детей дети бывают забивать забывают родителей выходит замуж женятся это естественный процесс на что еще на общество до общества ребят будьте реалистами она просто забудет тебя завтра все памятники снесут построить новые города на кладбищах сегодня стоит практически любой город россии ничего ничего как бы святого в будущем и не потому что люди плохие а это естественный процесс умножения населения ну на что на политику политика вот так вот плавает туда сегодня на кого на друзей ну какие друзья 20 лет проходит потом встречаешься с с кем ты там спал в одной кровати в смысле в дружбе ты общался там когда-то в детстве нет в те времена когда я спала на кровати с братьями тогда не было этих гомосексуальных вещей как я стар я жил в те времена когда бы еще было много порядочных людей так вот проходит 20 лет вы были лучшими друзьями а сегодня встречающего на улице поговорить не о чем на что уповать на церковь ну церковь это тоже люди среди них есть люди которые посвящаются богу а есть так захожане которые еще разочаровывают тех которые более-менее во христе поэтому это естественный процесс церковь это тоже не на то что надо уповать но на что можно уповать одно на что можно уповать на христа на христа на христа на христа на христа вот на него можно уповать вот единственная опора которая никогда тебя не бросит опора который никогда не предаст который никогда не упрекнет опора который даже умер за тебя для того чтобы ты имел вечную жизнь все нет ничего другого поэтому христа мы проповедуем и апостол павел сказал я не хочу знать ничего кроме христа и притом распятого я вообще как-то смотрю на нашу тоже жизнь вокруг и думаешь удивительно люди многие приходят церковь и вот их родственники восстают говорят тебя поймали на крючок и тут недавно прям раз мне выскакивает одна такая такое движение ну правда английском языке hukton the gospel по-английски это зацепленный на крючок евангелия пойманный на крючок евангелия такая просто фраза и песня там играла на фоне и я думаю какая мощная вещь поймался на крючок евангелия я говорю господи дай мне не сорваться в моей жизни с этого крючка никогда на кого-то наезжают и говорят слезь этого крючка слезь да они все как рыба плавают без крючка они все плавают на свою смерть я хочу быть пойманным на крючок вот этим евангелиям и кем я могу быть пойман да только христом больше никем у меня точно также были сомнения всякие в жизни и всякие разочарования и у нас всегда это в жизни будет сатана будет приходить и разочаровывать тебя в твоей жизни через поступки людей через твои слабости через твои грехи сатана будет приходить и давить на твои слабые точки с целью только одной чтобы ты разочаровался в иисусе христе ты сказал нет он больше не спаситель нет он мне нужен нет я живу своей жизнью и это его цель и вот я тоже своей жизни вспоминаю думаю господи такие моменты были когда я не знал как трактовать но зацепленный евангелием я вдруг вспоминал что только те моменты оставались моей жизни когда я знал что я лично что то отдавал богу как жертву и он отвечал на эту жертву я видел что он проявлялся явно своими сверхъестественными вещами я думал кто же это делал моей жизни вот кто устраивал так все что никто не мог на это повлиять из людей это было чудо одно второе третье и только моя трактовка объясняла мне это христос неслась с этого крючка неслась оставайся на нем держись потому что это крючок божий он бы нас всех мы с удовольствием выловил не зря он сказал петру я сделаю тебя ловцом человеков и это нормально аминь дорогие мои третье что интересное важное третье третий важный момент в этой истории что написано ученики стали негодовать и третий момент я бы так объяснил люди могут не понять твою жертву и даже скорее они ее не поймут ну в принципе это примерно то же самое о чем я говорил только что что жертва нерациональна и люди ближние они всегда будут тебя не понимать особенно у молодежи особенно молодежь она еще не способна делать анализ своей жизни и они всегда подкалывают своих друзей ты чё еще все не куришь ты чё еще не бухаешь ты чё все еще девственница тебе уже 16 и вот люди пытаются пытаются каким-то образом задавить наше посвящение отнять у нас нашу жертву ты чё ходишь свою церковь и все даешь там какие-то пожертвования до тебя дурят и люди всегда будут так вести себя и поэтому смотрите ученики именно так даже ученики удивительно они повели себя так они зачем такие траты для чего женщина ты сумасшедшая да и баба необразованная иди отсюда ты вообще заехал не в тупень ты куда мы тут мужиками сидим тут глобальным а ты пришла иисус их остановил стойте вот бог он всегда останавливает он говорит стой 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 это ты не понял и ты не понял а я ее понял я ищу таких людей которые меня поймут вы знаете одного друга тоже встретил и он говорит он в разводе пришел в церковь и говорит и дочку взял с собой от жены ну а нас женой живет в разводе забрал дочку стал на собрание ходить и говорит пастор представляешь прихожу говорит церковь что-то жертвы и дочка мне говорит а зачем ты жертвуешь ребенок там девяти десятилетний и говорит а чё ты жертвуешь он говорит ну в церковь жертвы она а зачем туда деньги отдаешь он говорит ну церковь много вещей делает хороших вот я тоже даю мне лучше давай мне давай почему ты им даешь я на нее смотрю и думал ладно бы она в нищете жила я и на нее и так столько трачу и она все равно мне давай на меня трать даже вот это последнее на меня я думаю какой вы знаете у детей порой пытливый ум и пытливый не на добро и он говорит мне так противно стало хотелось ей подзатыльника дать сказать эти сейчас последнее давать не буду иногда думаешь вот так же бог вот точно так же бог мы все последнее себе для тебя еще нисколько не дам ничего не дам вот все себе заберу бог говорит ну иди вот забирай а вот если я мое заберу у тебя вот тогда мало не покажется писание говорит бог гордым противится если жена тебе противится плохо начальник противится ой тяжело а вот когда бог противится это каюк все не дышать не вздохнуть не выдохнуть и тогда как в старой пословице знаете вскрытие показала что смерть наступила в результате вскрытия так вот хочется чтобы люди все-таки не умирали от скрытия а все-таки думали о своей жизни каким-то образом апостол павел апостол павел понимал частка полу вернемся четвертое последнее огонь всегда приходит на жертву есть целый пассаж из библии где или сказал народу израильскому когда не было три года дождя была пустыня засуха он сказал народу израильскому если хотите чтобы был дождь помолитесь богу и пусть придут пророки вала это целая большая история и вот пришли пророки вала несколько сотен человек они тоже там положили жертву или сказал не подкладывайте огонь не вы не я на свой жертв и увидим чей бог ответит и те там плясали что-то делали ничего у них не получилось заметьте или потом говорит народу хватит вам хромать на оба колена налейте воды на жертвенник вот зачем воды нужно было наливать воду полейте а вода была самое дорогое они полили на жертвенник он говорит сделать и второй раз второй раз сделали он говорит сделайте в третий раз люди принесли воду то что как раз самое дорогое принесли третий раз и написано или и помолился и сошел огонь с неба вот когда я читаю этот эту мысль написано 3 царств 18 глава 38 стих написано и не спасла огонь господин и пожрался сожжение и дрова и камни и прах и поглотил воду которая ворве всегда запомните на жертву приходит всегда помазание на жертву приходит всегда ответ от бога и самое главное чтобы эта жертва была индивидуальна одна история интересная когда мать тереза занялась благотворительностью в калькутте она начала свою деятельность привлекал большое количество монахинь и настолько стало известно в своей деятельности что люди со всего мира стали жертвовать и одна такая светская львица из швеции известная телеведущая честно говоря не помню и имя да и не хочу вспоминать не они потому что речь она пригласила мать терезу на на диспут и сказала я узнала недавно что один американский миллиардер пожертвовал день несколько миллионов долларов если не десятков миллионов долларов пожертвовал матери трезы она говорит я хочу всему миру заявить что мать тереза величайшая аферистка человечества она сделала все для того чтобы заработать много денег и я это докажу в программе а а а а а а